12 октября 1921 года в РСФСР был изнан приказ об организации приемных покоев для милиционеров. С тех пор этот день считается профессиональным праздником ведомственных медиков. В Севастополе первый здравпункт для милиции организовали в 1975 году. Почти полвека служба росла и развивалась, и сегодня в нашем городе функционируют медико-санитарные части МВД России. В ее составе поликлиника, центр психофизиологической диагностики, военно-врачебная комиссия и вспомогательные подразделения. Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. В среднем в год обслуживает 65 тысяч посещений. Обслуживает пенсионеров МВД, сотрудников МВД, работников, госслужащих работников и сотрудников МЧС, Росгвардии и воинских частей внутренних сил. За 10 лет после возвращения Севастополя в состав России поликлиника для правоохранителей преобразилась. Здание капитально отремонтировали, закупили новое оборудование, обновили прилегающую территорию. Сегодня это современное медицинское учреждение, в котором трудятся терапевты и узкие специалисты. Здесь своя лаборатория и своя аптека. Коллектив у нас очень дружный, очень слаженный. Некоторые люди работают здесь еще со времен предыдущего государства. Есть ветераны, которым 75-78 лет, заслуженные, очень мудрые, очень талантливые врачи. Это офтальмолог Баканов Юрий Владимирович, это эндоскопист Николай Григорьевич. И совсем молодых у нас нет, молодые сестры у нас приходят. Задачи, стоящие перед сотрудниками медико-санитарной части МВД, самые разнообразные. Это лечение и профилактика заболеваний, отбор сотрудников, пригодных к службе по состоянию здоровья, обеспечение пациентов льготными лекарствами. Также важным направлением является диспансеризация нашего прикрепленного контингента. То есть мы как сотрудников диспансеризируем, как системы МВД России, так и МЧС, Росгвардии, Федеральные филейерские службы. Ежегодно проводим полный комплекс исследований диспансерных по нормативным документам. И, соответственно, это позволяет выявить на ранних стадиях имеющиеся заболевания и осуществить их лечение, профилактику. Также сотрудники части направляют пациентов на санаторно-курортное лечение. Ежегодно количество путевок может доходить до 900. Кроме того, на учениях силовиков всегда дежурят медицинские бригады. Боевая подготовка осуществляется ежедневно практически в подразделениях УВД. То есть это стрельбы, это физическая подготовка, это боевые выходы, это учения, антитеррористические учения. И, соответственно, каждое мероприятие требует задействования медработника для того, чтобы обеспечить медицинскую составляющую. Часто, конечно, ничего не происходит, но, во всяком случае, наши сотрудники всегда готовы оказать помощь. Каждое утро ведомственные медики проводят предрейсовые осмотры сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии, которым предстоит управлять транспортными средствами. Нагрузка на врачей в погонах велика. На обеспечении находятся около 11 тысяч человек, но пациенты довольны медицинским обслуживанием. Услугами поликлиники я пользуюсь с 2007 года. Это достаточно длительный срок. Моё впечатление самое положительное, так как уже с 2018 года я являюсь пенсионером органов внутренних дел. Но, несмотря на это, я продолжаю пользоваться услугами поликлиники, так как здесь работают замечательные доктора. И даже нет надобности прикрепляться в городские поликлиники по полису. Уважаемые коллеги, наши пациенты, в день праздника Дня медицинской службы МВД России хотел бы пожелать вам, прежде всего, здоровья, благополучия, мирного неба и успехов во всех начинаниях.